Патало. Сегодня третий день, как я в Улхасе. Мне повезло, я гуляю без группы, гуляю один, где хочу, как хочу, сколько хочу. Я жадно добираю то, чего не смог добрать в первую свою поездку. У меня не болит голова, мне дышится очень легко. Все-таки заканчивать путешествие по Тибету Улхасой, это правильно. Улхаса это кульминация Тибета. Санцеликой Улхаса. Сейчас я нахожусь на площади перед Патало. Площадь пустынна. И она все эти три дня, что я здесь бываю, она все время пустынна. Но не потому, что там китайцы чего-то запрещают. Или там тибетцы чего-то не хотят. Да нет. Просто как-то так народ очень расслабленно ходит, гуляет, отдыхает. Здесь есть очень важное место для путешественника по Тибету. Здесь есть бесплатный туалет. Находится он, если встать вот к этому монументу боевой славы Китая спиной, то Тубзель окажется ровно слева и сзади. Найти очень легко туда ведет дорожка. В Улхасе я наблюдал такие вещи интересные, как, например, стилизованную одежду тибетского кочевника. То есть солидный дядечка, лет 60, очень солидный. Был одет как кочевник, но из дорогой ткани, аккуратно сшитой, со шляпой, с гладко выбритыми щеками. Ну, пахнущий, наверное, не Диором, но так вкусно пахнущий. И до чего мне этот, конечно, кочевник нравился. Ладно бы он один был, а так их много. А в некоторых государственных учреждениях, да и в коммерческих тоже, форма служащих, женщин особенно, у нас сделана как традиционная тибетская одежда. Ну, это и правильно. А к чему это я все? Да к тому, что нет у меня ощущения, что Китай как-то сильно прессует Тибет. Как-то он его убивает. Нет. Он его видоизменяет. Он его препарирует. Но, наверное, это препарирование похоже на вивисекцию, когда режут по-живому. Когда существо кричит, мучается, а в данном случае оно не сильно это и кричит, потому что слегка пьяно и лениво. Но потом появляется новое существо. Вот так вот не все просто. Но потало великолепно, конечно. Потало это жемчужина Тибет, это жемчужина Алхасы. И не знаю, китайцы забасывали замечательную площадь с фонтанами, подсветкой ночью и всеми делами.